Народ, по поводу F-16, что я хочу сказать? Не хочу вас вообще грузить никакими этих характеристиками. Это очень удачная разработка. Это даже, как вы знаете, не самолет, его вообще все называют платформа. То есть это воздушная платформа, которая позволяет запускать ракеты любых целевых задач. Противокорабельные. Вагнат, пожалуйста, цепляйте гарпуны, две ракеты она несет. Два гарпуна, но это, считайте, минус два ракетных катера у России. Больше в Черном море их не будет. Ракеты Хармс, которые подавляют системы РЛС и полностью разносят ПВО-шку российскую, да? Пожалуйста, все, что сейчас умное, изобретено, и в чем вообще фишка и класс этого самолета? Потому что летчики, которые сидят в кабине, они уже информированы обо всем. Радар на 300 километров засекает цели и дает информацию по поводу того, что происходит. Запустили в него ответную ракету. Тут же отработала ракета воздух в воздух, сбила эту ракету, да? Эти самолеты можно выпускать против баллистических ракет. Когда дежурят в воздухе такие самолеты, они на радарах видят эти ракеты. И, конечно же, легче сбить ее с воздуха, потому что скорость этих пуска ракет по 3, по 4 маха, они очень быстро долетают, поражают цель. Это вот не сама оболочка, которую придумали в 1978 году. И с 1978 года ничего не меняется. И до 2048 года США в программе, в своем пакете продолжают выпускать F-16. Работают разные КБ между собой, как, допустим, корпорация Boeing с тем же СААБом. Они, допустим, там дорабатывают то же самое. Ракеты Maverick, допустим, понимаете, которые вот сейчас еще круче определяют цель. Их 5 тысяч было выпущено во время айрадской кампании. Процент попадания 95% в цель. Вот представьте себе, ракета и с тепловизором, и с датчиками, там разные головки, все это можно менять. Ну, короче, представьте себе, это вылетает просто адская смерть. Вот такой адский сатана, который летит, и внизу козломордые. Они этому противостоять не могут. Вы не думайте, что мы самолеты берем для того, чтобы, допустим, вести какие-то воздушные бои. Так российские самолеты и так не заходят в наше воздушное пространство. Но нам надо, опять же таки, если у нас летит эскадрилья, допустим, 7 самолетов. Представьте, 7 самолетов летит, и на каждом самолете там по бомбочке такой же, там, самой как Джейн Данн, да? Вот, вот просто представьте, ударная мощная волна, которая тут же смещает, уничтожает полностью всю линию обороны. Единственное, что есть волокита в поставке этих всех вещей. Вы же знаете, как Запад это все очень долго запрягает. И действительно, я вам честно хочу сказать, по методичке НАТО, если проходить вот именно, ну, военные академии американские, чтобы ты сел и был пилотом F-16 4 года. Плюс же еще раз повторю, что хорошо, что у нас сейчас система ПВО, вот, они уже практически все натовского образца. F-16 впитывает в себя всю информацию с земли, он ее комбинирует и полностью собирает в одну, короче, цель. Там помогают еще внизу ракеты, радары, пункты, там, любая разведка. Все, что у нас, короче, есть, оно все присылает на этот самолет. Он даже является сам по себе системой подавления. Если ставишь специально на него блоки, он пролетает там над территориями, он гасит все сигналы, короче, там у обезьян. Вы поймите, как только мы возьмем эту доминанту в воздухе, как только мы вот получим такие себе борты, такие самолеты, вот, представьте, насколько у нас упадет процент трехсотых, двухсотых, да? Вот, потому что мы очень много сейчас терпим именно с воздуха, потому что русичи все-таки воздух используют. Если мы сейчас найдем то, что воздух у них просто отключит к чертовой матери, заберет у них ПВОшки все и подбивает там этот оставшийся хлам, который там у них летает, ну, все, дальше, как говорится, там любовь и капец, вот, там уже все будет понакатанное. Продолжение следует...